Евразийская интеграция, иранская ядерная программа и новый мировой порядок. Уже завтра ответы на эти вопросы будут искать участники 12-го по счету Евразийского форума. За время своего существования он вышел за рамки сугубо медийного мероприятия и стал уникальной диалоговой площадкой, ежегодно собирающей все большее количество авторитетных участников. Анжела Гарипова с подробностями. Новый мировой порядок, иранская ядерная программа, химическое оружие в Сирии, а еще евразийская интеграция, кризис на Украине и крымский вопрос. Сколько стоит раскрутить и продать страну? И все ли видно в дыму информационной войны? Искать ответы на эти вопросы будут участники 12-го Евразийского медиа-форума, который стартует уже завтра. Среди гостей известные политики, общественные деятели и журналисты со всего мира. Мы поднимаем очень острые темы. Украинский кризис стал одной из основной тем. Потом, естественно, ситуация по Ирану у нас очень сильно волнует. Мы хотим обсудить этот вопрос. И темы настолько горячие, что мы сами даже немножко волнуемся, переживаем, что наши спикеры будут чересчур где-то эмоциональны. На сессиях вы увидите достаточно жаркие дискуссии людей с противоположными мнениями. Среди приглашенных телеведущий Владимир Познер, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, ключевой советник избирательных кампаний президента США Роджер Фиск и многие другие. Модератором выступит известный журналист и продюсер господин Рис Хан. Своё участие уже подтвердили около 700 делегатов из 50 стран. Евразийский медиафорум – это визитная карточка страны. Мы являемся неким таким брендом, который за рубежом воспринимается и ассоциируется с Казахстаном, с основной сердцем Евразии. Мы постарались показать, что у нас есть очень хорошее понимание западных форматов мероприятий. Мы впервые применяем самый большой в истории страны экран, который создает эффект немножко 3D, немножко IMAX. Мы практически по всему дворцу установили Wi-Fi. На весь дворец независимости мы взяли 200 мегабит интернета. Более 350 представителей отечественных и зарубежных СМИ будут освещать это событие. И репортажи обещают быть интересными. Завтра здесь столкнутся совершенно разные и даже противоположные взгляды лидеров экспертного сообщества. Найдут ли они компромиссы и какие меры примут для развития конструктивных отношений между государствами. Анжела Гарипова, Ержан Канапиаулы, Астана.